Итак, господа, этот трехраундовый рейтинговый поединок Представляем героев этой схватки Это полулегкий вес, весовая категория 65,8 килограмма Спортсмен в синем углу Ему 25 лет, рост 175 сантиметров, профессиональный рекорд 8 побед, ни одного поражения Он представляет республику Кыргызстан Ош! Команду Golden Team Кыргызстан В синем углу Нурсултан Рахмандерджи И его соперник в красном углу Ему 29 лет, рост 173 сантиметра, профессиональный рекорд 7 побед, 5 поражений Он представляет Швецию, город Стокгольм Клуб Беркут В красном углу Джонатан Свенса Рефели поединка Мартан Мурадов Чеченская республика Ну что ж, еще один очень-очень интересный рейтинговый поединок Главный из всех рейтинговых Приготовились, судья, судья, время Да, действительно, учитывая стиль Джонатана Свенсона И учитывая, какую школу ММА представляет Нурсултан Рахман Берды Мы с полной долей вероятности можем надеяться на очень зрелищный бой И на настоящую войну в клетке Немного эти титульные пятираундовые бои будут разбавлены рейтинговым трехраундовым противостоянием И несмотря на то, что рекорды разные у бойцов В этой клетке все может уравняться за счет стиля, за счет характера За счет желания, естественно, побеждать В первую очередь это касается Джонатана Свенсона Он представляет пул Беркут За него здесь, естественно, будет болеть Больше, чем за его соперника Потому что даже тренируется и проживает какое-то время Джонатан Свенсом именно в Чеченской Республике Обмен ударами Дройка со стороны Джонатана И остальные контролага Делает бросок, тейкдаун есть Сейчас будем стараться освободить шею Рахман Беркут Рахман Беркут И теперь же доминирующая позиция И так все просто для него Потому что с соперником он держит Соперник Занимает доминирующую позицию Дройка со стороны Рахман Беркут Но при этом Очень плотно вверху с соперником Свенсом И давая ему оперативного консора Отодвигающих ударов И попытка закинуть треугольник Пока неудачно Ну и конечно после такого эмоционального противостояния Которое произошло в предыдущем бою Между Потухаевым и Кулаевым Очень тяжело, наверное, и публике И, наверное, всем находящимся здесь Как-то показывать свои эмоции Болеться кого-то Взяли временную паузу Но учитывая, какие бои впереди Болельщики обязательно будут включаться Ну, наверное, еще и многое зависит от того Как себя поведут спортсмены сами Потому что мы знаем, когда вот идет такая борьба Достаточно грязная Не всегда фанаты активно Проявляют себя на трибунах Как-то конкретный удар в этот эпизод может всем зависеть Ну, и как Мангерды, конечно Очень мало что делает, находясь в доминирующей позиции Вот сейчас пару ударов его исполнение выявили Не удается ему выйти на оперативный простор Там проводит набивание И встает Бой! Джонатан Свенсор Ну и какие? Слева очень хорошо попадает Рахман Берды Очень жесткое попадание мы видели в исполнении бойца из Кыргызстана Не может, конечно О, колено, прямо в подбородок А Джонатана Свенсор Точно Доносит до цели этот удар И сам пропускает Рахман Берды справа Ну, пытается, пытается нащупать, конечно Свою дистанцию, свою работу Джонатан Свенсор Пытается идти вперед Он бы сто процентов принял эту перестрелку в стойке Другое дело, что соперник пытается обыграть шведского файтера Поджимает своего оппонента Джонатан Свенсор и сам идет в борьбу Хорошие колени, пинчи И в голову переводят Коленями очень хорошо работает Свенсор И очень грамотно разворачивает своего соперника к сетке Свенсор Немного остается до конца этого раунда Большую часть доминировала Кыргызский спортсмен Стойкий Примерный район Похотник и большим может быть Превосходством Свенсора По крайней мере, так выглядит Со стороны, по ощущениям Судим Второй раунд Второй раунд начинается Нурсултан Рахманберди против Джонатана Свенсона Один представляет первизию Командует долгом Второй Возьмите Дерку Самый шаг Хороший левый боковой в исполнении Нурсултана Рахманберди мы увидели Точно донес он свой удар до цели Нет мощи, конечно Нужно осознать Нет мощи удара Рахманберди По крайней мере, при разрушительной мощи Но довольно-таки часто попадает Своими ударами Цель На входе Под ловил своего соперника Боец из Кыргызстана У Свенсона не получается практически ничего Пока Ни борьбу Не может он навязать Не в стойке Он не успевает Для своего более мобильного соперника Ставший левый боковой в исполнении Нурсултана Рахманберди Ставший левый боковой в исполнении Нурсултана Рахманберди Тейкдаун в исполнении Нурсултана Рахманберди Очень четко Как раз простояв в стойке полторы минуты Вызвав соперника на себя Павел Абрасову тейкдаун в одну ногу Нурсултана Рахманберди Позиция халфгарда В исполнении бойца из Кыргызстана Будет и свит Свенцан пытается перевернуть своего соперника Пока не очень хорошо это удается сделать Контролирует его соперник Поднимается Свенсен Нурсултан попускает Колено в туловище Очень жесткое прилетело от Нурсултана Рахманберди Идет вперед Свенсен И вот хороший удар справа Очень тяжело, тяжело попал Свенсен У него тяжелее удары явно Дрительно это чувствуется Для моего соперника Но нужно доносить эти удары до цели Правый боковой Доносит до цели как раз таки Жонатан Свенсен Рахманберди взял Тайм-аут Работал вторым номером Бойца из Кыргызстана И отдал полностью инициативу Руки шведского файтера Провалил класс на своего соперника Нож не сумел Контратаковать Тайм-аут То есть справа Право Нужно бил с венцом соперника Нужно бил с венцом соперника Нужно бил с венцом соперника Двини с венцом соперника Колено снова соцом Раза разом Случает Юрьев Неплохо Пробивает Право Впродукт Видимо есть У насосована Рахманберди И установка его секундантов и тренеров не идти в размин. Казалось бы, перехватил уже инициативу Джонатана Свенцена, как тут же произошел этот тейкдаун. Немного, конечно, подпортила картину вот этого раунда. Мне в пользу Джонатана Свенцена этот фас. Тем временем полминуты до конца второй пятиминутки у нас остается, уважаемые друзья. Нурсултан Рафман Бирды занимает доминирующую позицию, контролирует за соперником позицию Салфгарда. Ну и показывает активность. Активность забирает при этом танцовку раунда. И, пожалуйста, переход на армбар в исполнении Джонатана Свенцена. Слишком поздно, конечно. Времени мало. Очень перспективная атака. Силы сейчас зря тратят. Уже предварительный гром прозвучал. Итак, третий раунд начинается. Слева очень здорово попадает Султан. Хорошая левая рука у Нурсултана Рафман Бирды. Исправно попадает он в ней. На рабочую руку. Теперь уже отвечает Султан. Он уже может пропускать целкин внутренний. Это одиночный удар. Прессингует соперника Джонатан Свенцена. Идет вперед, несмотря ни на что. Хороший удар в туловище. Справа. Под такими очень интересными углами атакует Рафман Бирды. Постоянно встречает соперника. То с лева, то с права. Двойка неплохая от Свенцена. Но этого недостаточно. Затянутый удар. Где была скорость стартовая. Не зря ты подустал. И вот пробел в защите соперника нашел Рафман Бирды. Он сажает протоколу в одну ногу соперника. Включивая его на внутреннюю сторону. И не находит никакого противоядия от этой атаки Джонатан Свенцена. Грамотно действует Нурсултан Рафман Бирды. Видно, прочитали они своего соперника. Где-то приняв бой в стойке, раскрыв немного шведского прайтера. Тут же переводит партнер Рафман Бирды. Добавляем бороться. Есть превосходство в борьбе у Рафман Бирды. Но при этом у нас свои заветные баллы Рафман Бирды набирает. Что же может предложить Свенцам в данной ситуации? Две с половиной минуты до конца раунда и до конца поединка. Поднялся на ноги нашведский файтер. Прижимает он соперника в теске. Колени в клинче. Что еще? Его задача попытаться фрешировать соперника. Должен быть против уша. Да, по крайней мере, по ощущениям, в первых двух раундах уступил Свенцам. Поэтому ему, наверное, нужно что-то большее сейчас. Нежели просто контроль у сетки и периодически атаки одиночными ударами. От хорошей колени в клинче. От Джонатана Свенсена. Очень крепкий шведский файтер. Попали, но он упускал. И скоро, по крайней мере, минуты ударить. И плохо попадает. Точнее в этих разменах Джонатан Свенсен, хотя при этом и сам пропускает. Рассечение над левым глазом у бойца Швеции. Хорошая комбинация. Левый боковой, правый лоу-пик. Левый налево. Отличные удары. Вот та самая попытка. Это та самая физюрная от Джонатана Рахман-Бердей. И в очередной раз он оказывается. Здравствуйте, Светлана! Да, переводится он Джонатана Свенсена. И, пожалуй, означает закреплять свое преимущество по ходу этого противостояния. И... Уважаемые поклонники боевых искусств в этом поединке по итогам трех раундов единогласным решением судей одержал победу. И остается непобежденным Нурсултан Рахман-Бердей. Поздравляем Нурсултана Рахман-Бердей с этой победой. Он остается непобежденным. Наши поздравления. И делает весомую заявку для того, чтобы стать одним из следующих претендентов на чемпионский пояс лиги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok